Продолжение следует... Вот, большие, крупные, но их очень мало, для того, чтобы был свет, нужно убирать деревья. Вот у нас сейчас такая работа, такая волонтерская работа. Сейчас Слава покажет, чем мы тут занимаемся. Вот и всё, да будет свет и много апельсинов. Срывай, мы это заслужили. Вот это вот Толя освоил новый инструмент. С двух рук прям мачете рубит. О, как лихо! Всего 20 ударов. Вот раньше времени упало банановое дерево. Зелёные бананчики не успели поспеть. Вот, обычно бананы, когда дают плоды, гроздь очень тяжелая. А банановое дерево, ну это типа как трава считается вообще. Вот, поэтому у него слабый ствол, слабый корень. Поэтому его подпирают какой-нибудь палкой с той стороны, чтобы плоды его не обрушили. Но здесь в диком лесу подпирать некому, поэтому они иногда падают. Вон ещё, вот бананы эзаровцы, кстати. Вон тоже зелёные бананчики скоро пастут. И уже начинает наклоняться дерево, кстати. Ну да. Надо его подпирать. Вон ещё зелёные бананы. Где? Это тоже всё бананы. А вот он. Ага. Видите? Вот это бананы. В таких местах мы живём работаем. Пошли дальше, может ещё что найдём. Там впереди мандариновое дерево. Вон, ну я не знаю, видите вы или нет. Но чтобы до него добраться, нужно прорубить тропиночку. Просто прорубить тропиночку. Всё по-настоящему. Без мачете не дойти. Колючки. Заросли тропиночки. Ну вот сейчас подойдём поближе, я покажу мандарины. Я ещё не поняла, и сколько там много, нет. Вот смотрите, сколько мандаринов. Но мы никак ещё туда добраться не можем. Вот это на участке у Саши. Он даже не знает всё, что здесь у него есть. Ещё не везде был. 7 гектаров. Вот то, что мы ходили на водопад, это тоже его участок. 7 гектаров. Небольшой участок. Кстати, а стоит он 25 тысяч евро. Полтора миллиона. 7 гектаров. С водопадом, с реками, с озёрами, с мандаринами. Делай, что хочешь. Вообще красотей. Ну, мы сейчас будем тут мандаринички собирать и кушать. Извините, пока нам некогда. Вот это горная речка с очередным. Теперь немножечко поменьше водопадом, который находится на участке Александра, у которого мы волонтёрим. Это наши новые друзья. Ну, вот тут состав наш сегодняшнего похода. Бедный. Бедный. Он упал вот в эту трещину. Пытался форсировать речку и прыгнуть на самый большой камень. И упал в трещину. Еле спасли. Теперь боится. Моя золотая. Очень красиво. Очень красиво. Невероятно красиво. Здесь, конечно, в Бразилии места чудесные. И вот это частное владение. Там дальше пошла речка. Что дальше, мы ещё не знаем, не исследовали. Вот это мы спустились вниз. Океаны всякие. Смотрите, вот такая лагуна. Господи, я не пугал. Видите? Тут можно купаться. Но погода сегодня совсем не купальная. А вот это вот источник этого брозного рыца. Ну, этого брозного, тут скулит. А это вот Славка сидит довольный и ржёт. Как всегда, в общем. Довольный? А река течёт дальше. Так же, как и наши приключения.